МИД Армении в продолжении своего шоу «Гуманитарный груз» для Ханкенди привез на условную границу с Азербайджаном группу послов, аккредитованных в этой стране. Как передает армянские СМИ, опубликовали список послов, которые согласились участвовать в этом шоу. В целом, в списке значится 17 дипломатов. Не вызывает удивления наличие среди них кукловодов из стран ЕС, таких как Болгария, Литва, Польша, Франция, Румыния, Италия, Испания. И конечно же, там должны были быть представители руководителей коллективного Запада США. Ну а где США, там и Великобритания. Об Индии вообще промолчим. Здесь не скрывают своих близких отношений с Арменией и участвуют в милитаризации страны. Россия и Беларусь, как члены ОДКБ, по умолчанию должны были там присутствовать. Конечно же Иран. А Сербия там, где Россия. Но вот что там делал посол Украины Александр Сенченко, этот факт вызывает большое недоумение. Он-то как дипломат, должен знать, что все это спектакль, рассчитанный на создание шумового эффекта. И это ли является благодарностью от имени украинского народа за гуманитарную помощь, которую Азербайджан постоянно оказывает Украине. Если вспомнить, как Украина чувствительно относится ко всякого рода отношениям с Россией, то непонятны действия посла, который однозначно знал, что подписывается под чувствительной для Азербайджана аферой. Украина даже на уровне спортивных федераций возмущается по поводу любых контактов с российской стороной. Вспомним, как футбольная федерация страны выступила с гневным заявлением по поводу участия бакинского нефчи в соревновании в Санкт-Петербурге. А теперь посол приперся вместе с другими коллегами, среди которых были, кстати, и послы вражеских для Украины стран России и Беларуси, на условную границу Армении и Азербайджана. Странно, что в других странах украинские послы не участвуют на мероприятиях, где есть их российские и белорусские коллеги. А тут оказывается можно. Значит правильно возмущаются пользователи азербайджанского сегмента соцсетей, задаваясь риторическим вопросом, а может послу Азербайджана в России Палладу Бюльбюлю Йоглу тоже следует поехать и ознакомиться с ситуацией на Крымском мосту.